МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Маргарита Борисенко. Здравствуйте. Вечером 22 ноября ВСУ попытались атаковать Балаклавскую ТЭС с помощью беспилотников. Подробности раскрыл на своих страницах в социальных сетях губернатор Михаил Развожаев. По его информации, силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к электростанции. Далее цитата. Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили 7 лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось, написал глава города. Он также добавил, что Черноморский флот отразил атаки трех беспилотников над акваторией. Пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших тоже нет. Все силы службы находятся в боевой готовности, резюмировал Михаил Развожаев. Лариса Сулима покидает пост руководителя Департамента образования и науки в городском правительстве. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на своих страницах в социальных сетях. Как рассказал городоначальник, чиновница займет должность заместителя председателя правления российского движения детей и молодежи по региональному взаимодействию. Своё назначение Лариса Сулима прокомментировала журналистам. Уважаемые коллеги, я ведь еще не прощаюсь, я вообще нахожусь на боевом посту. Я вас всех приглашаю 2 декабря на коллегию Департамента образования и науки, посвященную национальному проекту образования. Поэтому я вообще нахожусь в контексте региональной повестки. И я понимаю, что назначение произошло и что согласование было на федеральном уровне, но я этого не осознала, не осмыслила. Я вообще нахожусь сейчас в работе. У меня на этой неделе, вот сейчас, завтра у меня совещание с заведующими детскими садами по нашей повестке, послезавтра у меня совещание с нашим школьным спортивным клубом. В пятницу мы готовимся к марафону открытия школ после капитального ремонта. Мы готовимся к коллеге Департамента образования и науки. Календарь расписан по 2 декабря каждый день. Всё в работе. К концу 2022 года в Севастополе удвоит количество вышек сотовой связи. 52 будут установлены в рамках государственного контракта. Ещё около 200 оборудует оператор Миранда Медиа. Вышки появляются как в черте города, так и в сельской местности. Всё это позволит выполнить указ президента России, обеспечить регион качественной мобильной связью. Однако на месте установка вышек сотовой связи вызывает много вопросов, а порой и претензий у местных жителей. Уберите, пожалуйста, мы вас в просе. В окна смотрят. Мы переживаем. Народ весь нервничает. Ну зачем нам это всё? Получается, вообще, я останусь без квартиры, понимаете ли, я не смогу растить двух детей в этой радиации постоянно. Мы покупали из большой квартиры. Я уже три недели живу в таком состоянии, я не могу что-то. Вредное излучение, радиоактивные волны, ложь и манипулирование со стороны мирового правительства. Такие версии звучали от местных жителей на встрече с городскими чиновниками. Яблоком раздора стали новые вышки сотовой связи. Более 250 объектов вышек сотовой связи появится в Севастополе в этом году. Зачем так много, спросите вы. Это реализация указа президента по обеспечению нашего города качественной мобильной связью интернетом. Однако часть севастопольцев уверены, от появления вышек сотовой связи рядом с жилыми домами только хуже. Мы хорошо помним, когда там блокатор стоял, и как у нас телевизоры трещали, и на нас шло излучение. Представители Департамента цифрового развития и оператора «Миранда Медиа», депутаты законодательного собрания города, муниципальные власти, целая делегация ездила по севастопольским дворам и общалась с местными жителями. Людей успокаивали, приводили аргументы и факты, доказывающие безопасность вышек сотовой связи. Поскольку базовая станция всегда размещается в соответствии с заключением Роспотребнадзора, расстояние до ближайших домов, то есть до ближайшего размещения человека, также полностью соответствует нормативам. И здесь мне хотелось бы отметить, что нормативы в Российской Федерации, это 10 микроватт на сантиметр квадратный, они в 10 раз выше, чем во всей Европе, в Соединенных Штатах, Японии. Однако часть горожан уверены, их обманывают. Дело доходило порой до курьеза. В заключение Департамента переворачиваем страничку, да? Да. Третья. Где вторая страница? Все? Да что вы говорите? Здесь страницы нет, которую от нас скрывают. Если вас волнует вторая страница, вы получите вторую страницу. И вторая, и безопасность моей семьи. Если вас волнует безопасность семьи, значит подрядчик нам даст полное все заключения о том, что это безопасно. То есть давайте исходить из этого. Представители Департамента цифрового развития уточнили, что земельный участок для установки вышки сотовой связи предоставляет ДИЗО. Заключение и фактическое разрешение выдает Роспотребнадзор. То есть по сути Роспотребнадзор два раза выходит на локацию любой базовой станции, проверяя сначала возможность расположения и размещения базовой станции, и второй раз, соответственно, оценивая уже инструментально те уровни излучения, которые даются активным оборудованием. И вы везде не можете ответить. Вы опять вот так вот ловились. Да как вам не надоело нас обманывать? Я вас не обманываю. Обманывайте самым наглым образом. Вот скажите такой вопрос. Что на самом деле опаснее, микроволновая печь, либо вышка сотовой связи, которую вы ставите? Вы знаете, здесь зависит от того, какие опасности вы рисуете себе в голове. Но вообще каждая базовая станция строится всегда с соблюдением всех строительных нормативов. То есть вероятность ее падения, как мы сегодня слышали от жителей, или ее раскачивания, она минимальная. А если говорить об излучении, это второй, скажем так, миф-опасность, то, конечно, микроволновка в момент включения и в момент своей работы дает намного больший фон излучения, нежели чем мобильный телефон, например, поднесенный к уху, или, например, оборудование, активное оборудование базовой станции. В крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург, к примеру, станции сотовой связи размещают прямо на крышах жилых домов. Эта возможность регулируется российским законодательством. Есть такое постановление Российской Федерации, в соответствии с которым для размещения базовых станций в случае размещения ближе 10 метров к жилым многоквартирным домам требуется произведение общественных слушаний. В данном случае удаление от многоквартирных домов составляет более 10 метров, поэтому никаких законодательных нарушений с нашей стороны при строительстве базовой станции не было. Вариант установки оборудования на крышах домов часть горожан также считает неприемлемым. Люди, с одной стороны, хотят нормальную сотовую связь и мобильный интернет, с другой – не видеть антенны у себя под окнами. Мы не против вышки, но мы просим ее просто перенести в другое место. И все, просто сдвинуть эту вышку туда, чтобы она нам тут не маячила перед нашими глазами. Ситуацию усугубил случай, произошедший в начале ноября. На улице Горпищенко во время монтажа упала вышка сотовой связи. В результате инцидента никто не пострадал. Однако многим впечатлительным горожанам этого хватило. Появилась новая фобия. Давайте порассуждаем вот на какую тему. Что на самом деле опаснее? В фонарный столб прибывает вышка сотовой связи. Ну, на самом деле, как бы, если фонарный столб и вышка сотовой связи установлены в соответствии со всеми законодательными нормами, то опасность не представляет ни другое. Гипотетически, конечно, от фонарного столба может оборваться провод и ударить током. Вот, допустим, опять же, порассуждаем гипотетически. Вы установили вышки сотовой связи. Люди собрались, выиграли суд. Как компания отнесется? Вы готовы будете исполнить решение суда, демонтировать, перенести? Ну, если действительно состоится суд, ну, естественно, что мы будем вынуждены выполнить судебное решение. И тогда, естественно, мы его демонтируем. Равно как опора там или какую-то отдельную другую базовую станцию. Но на сегодняшний день у нас нет ни оснований не строить эту площадку. Она строится в полном соответствии со всеми законодательными нормами. В настоящее время в Севастополе работают около 200 вышек сотовой связи. Для полноценного покрытия сетью и доступа к скоростному мобильному интернету их количество необходимо удвоить. Кроме того, оператор связи «Миранда Медиа» запустил специальный сайт, где развенчивают мифы об опасности вышек сотовой связи. Николай Кузнецов, Севинфорумбюро. 22 ноября в Севастополе состоялся митинг-концерт в поддержку участников специальной военной операции, их родных и близких. Жители города, несмотря на дождь и холод, собрались у летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка» под девизом «Я выбираю будущее». Мы пришли, чтобы посмотреть концерт, ну и поддержать Путина для сплочения населения, для поднятия духа и вообще настроение хорошее, когда такая музыка звучит. Мы пели, подпевали. А что подпевали? Мы легендарный Севастополь. Гордимся, что живем здесь. На сцене патриотические песни исполнили творческие коллективы Севастопольского центра культуры и искусств, вокального ансамбля «Жар птицы», группы «Мюзик Экс», солистки Оксаны Дунаевой. Такие концерты-митинги в Севастополе проводят регулярно. Независимое телевидение Севастополя продолжает еженедельные прямые эфиры, посвященные спецоперации и геополитике. О чем пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Как помогает фронту Севастопольский профессиональный художественный колледж, расскажет заместитель директора по воспитательной работе Анна Айгустова. О ситуации в Запорожской области в Мелитополе расскажет Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией». С писателем Александром Пелевиным обсудим противостояние патриотического творчества и либеральной цензуры. О человеческих историях на Донбассе и о новом проекте расскажет корреспондент документальной редакции телеканала «Раша Тудей» Вячеслав Гусь. Подключайтесь к обсуждению сегодня вечером в 19.30 в прямом эфире независимого телевидения Севастополя, а также на нашем YouTube-канале ВКонтакте, на Рутуб и в Телеграм-канале. Ждем ваших вопросов и комментариев в чат. Восьмую победу подряд добыл футбольный клуб «Севастополь» в чемпионате Крыма. В субботу, 19 ноября, моряки провели последний в этом году домашний матч. На родном стадионе они принимали борющийся за медали бахчисарайский «Кызылташ». Гостям удалось навязать севастопольцам равную борьбу в первом тайме. «Кызылташ» даже открыл счет. На восьмой минуте Халим Юнусов реализовал выход один на один. Моряки восстановили статус-кво на исходе получаса игры. Это сделал Олег Солович, оказавшись выше всех после подачи с углового. На перерыв команды ушли при равном счете. А уже на старте второй половины встречи хозяева получили право на 11-метровый. Его уверенно реализовал штатный пенальтист команды Дмитрий Матвиенко. «Кызылташ» пытался спасти игру. Однако контратаки севастопольцев были острее, а главное – результативнее. На 70-й минуте преимущество моряков увеличил Александр Рыболовлев. А до крупного счет довел Виталий Мироненко. 4-1 – окончательный итог встречи. Это заключительная игра этого чемпионата дома, поэтому я хочу поблагодарить наш стадион, наших болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона. Уверен, что и в Таврии будет поддержка. Но в целом здесь спасибо за поддержку, за сезон. Мы все-таки играем для болельщиков. Что касаемо игры, во втором тайме мы выровняли игру, взяли под свой контроль и довели до победного результата. Я очень доволен вторым таймом. По первому тайму нужно, ну скажем так, провести теорию и определенные корректировки внести. А в целом я доволен командой. В Крымской премьер-леге осталось провести последний тур. В ближайшие выходные болельщиков ждет главное футбольное дерби полуострова – ТСК Таврия-Севастополь. Симферопольцы борются за бронзовые медали. А моряки, хоть и решили свои турнирные задачи, постараются завершить сезон без поражений. Два десятка команд борются за медали чемпионата Севастополя по баскетболу. Турнир стартовал в начале ноября и продлится до мая следующего года. Игры проходят в залах комплекса «Муссон» по выходным каждые две недели. Приезжают спортсмены из Евпатории, Симферополя, Ялты и Красногвардейского района. 19 и 20 ноября состоялись встречи второго тура. В чемпионате Севастополя по баскетболу принимает участие 14 мужских и 7 женских команд. До весны следующего года спортсменам предстоит выявить сильнейшие коллективы турнира, которые сразятся уже в играх на вылет. У женщин все предельно ясно. Каждая команда сыграет друг с другом и в итоге определятся две пары полуфиналистов. Весной 2023-го они поборются за звание сильнейших в этом сезоне. В свою очередь у мужчин сетка чуть сложнее. Их разделили на две группы А и Б, в каждой по 7 коллективов. Им предстоит выявить 8 лучших команд дивизиона, которые обеспечат себе путевку в раунд плей-офф. Одним из главных фаворитов и претендентов на золотые медали чемпионата по праву считают сборную «Мусон-ветеран». Во втором туре чемпионата они доказали это, одержав победу над командой полсев. Мы видим, что у нас более скоростная, в принципе, задняя линия, передняя, ну вот так, то есть, сейчас вот решили сделать небольшой убор, попробовать в конце второй четверти именно на прихват, на защиту. И видите, много было перехватов, но, к сожалению, там кое-какие промахи у нас в нападении, какая-то не сумядься. Поэтому сейчас все разберемся, не переживайте. Мы увидим результат. В турнире выступают баскетболисты разных возрастов. Среди самых молодых у девушек и парней это команды спортивного комплекса «Мусон» 13 и 15-летнего возраста соответственно. При этом многие взрослые клубы активно приглашают в себе в состав молодежь. Опытные ветераны и юные таланты создают перспективные связки в коллективах. Просто я смотрю, у нас очень много игроков, 12 человек. И все молодые хотят поиграть. Я, честно говоря, вот только с турнира приехал, мы первое место привезли. И как бы думаю, ну я поиграл на прошлой неделе. Но дадим пока молодым. Все-таки за ними перспектива. За нами, в общем-то, пока опыт, который надо передавать на скамейке. Когда он вышел на замену, надо ему объяснить его неправильное действие или что. Поддержать любимые команды приходят болельщики. Они задают особый антураж и настроение, как на площадке, так и на трибунах. Матчи чемпионата Севастополя по баскетболу проходят по выходным каждые две недели. Следующий тур состоится 3-4 декабря. Прийти поболеть за любимую команду и насладиться зрелищными бросками и проходами под кольцом может любой желающий. Игры проходят в баскетбольных залах спортивного комплекса «Мусон». К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севинформбюро». Телефон редакции городской 59060, а также мобильный плюс 7978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей. До встречи. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин